Стратегию развития Хабаровского края представил сегодня губернатор Михаил Дегтярёв. Согласно новому плану, в регионе должны быть построены новые больницы, школы, дороги и предприятия. А региональный валовый продукт вырастет в два раза уже к 2026 году. Об основных пунктах новой стратегии расскажет Антон Петрович. Стратегия Михаила Дегтярёва – это пятилетка, которая разбита на пять инициатив. Интересная работа, комфортная жизнь, доступное здравоохранение, внедрение инноваций и развитие туризма. Каждая стратегическая цель делится на несколько тактических задач, то есть программ. Изюминка стратегии. За каждым конкретным показателем или объектом закреплен заместитель губернатора и министры. Они несут персональную ответственность, поэтому некоторые уже сравнили план развития с майскими указами президента. Мы помним, что за нереализацию майских указов президента и неисполнение в какой-то части, многие, в том числе федеральные руководители, лишились своих постов. Вот я думаю, что это посыл нам, со стороны руководителя региона. Все пять направлений программы увязаны между собой. Например, создать комфортные условия для жизни невозможно без развития строительного сектора. А значит, в крае должны появляться новые предприятия, а это невозможно без привлечения инвестиций. Если всё пойдёт по плану, то одним из локомотивов экономического и социального развития края должно стать жилищное строительство. Ставлю задачу правительству края. К 2030 году Хабаровск должен стать городом-миллионником. Расширяясь на восток и на север, мы сформируем новые микрорайоны. Планируется масштабная реновация застроенных территорий через механизмы КРТ, комплексного развития территорий. Открытие нового здания для Дальневосточного художественного музея. Строительство грузопассажирского пункта пропуска на Большом Уссурийском острове в 2026 году. Победа хоккейной команды «Амур» в Кубке Гагарина. Это лишь несколько задач максимум, которые губернатор обозначил в своём плане. Многие из них нашли отклик не только среди исполнителей, но и среди потенциальных инвесторов. Хабаровская спортивная столица Дальнего Востока. Нам это очень нравится, это вообще в курсе, в русле, скажем так, развития и направления усилий нашей компании. Мы как раз там видим такой хороший спортивный комплекс, где могли бы заниматься очень много людей спортом, это и лёд, и хоккей. Отдельное внимание в плане уделено развитию социальной сферы. За счёт привлечения конституционных и федеральных средств в Крае за пять лет планируется построить семь школ, несколько больниц и поликлиник. А чтобы в них было кому работать, через пять лет целевой набор в медицинском университете должен вырасти со 150 до 500 человек. Там же не просто было заявлено, что увеличатся места. Там же речь шла и о квартирах, увеличениях выплат и в целом о работе над престижем медицинских специальностей. Среди планов есть и ближайшие. Например, в следующем году в Хабаровске пройдёт Всероссийский туристический форум и фестиваль приключенческого туризма. Это должно привлечь гостей в регион. В 2022-м должен быть запущен совсем новый проект карта жителя Хабаровского края. Это единый инструмент, который объединит возможности банковской и скидочной карты, проездного билета, полис, ОМС, СНИЛС и электронную подпись. Как сказал сам Михаил Дегтярёв, сегодня была презентация стратегического плана развития Хабаровского края до 2026 года. В ближайшее время документ будет подписан и принят всеми ответственными лицами к исполнению. Антон Петрович, Павел Легалин, телеканал «Губерния».